аминь быстро садитесь а я сюда сяду потому что чувствую что придет время что нам не записали все открыто вперед был шестой стал десятый год с десятого нефесянам послание святого апостола павла 1 глава 10 стих в устроении полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главою христом толкование и благоволение сие и соизволение прежде положил и предопределил устроение и установление полноты времен ибо полнота времен то есть последние времена требовали наказание и мщения так как когда умножилось человеческое злобо а явление сына напротив в эти последние времена соделало спасение что свойственно непостижимой мудрости небесное говорит он было отделено от земного не имела одной главы ибо хотя с точки зрения творения бог один для всех но что касается нравственного единения то всего еще не было посему отец прежде положил соединить под единой главой небесное и земное то есть положить одну главу всем христа и ангелов по бестелесной природе и человеком по плоти посему во христе соединил отец то есть завершил то что созидалось долгое время закончив и завершив слово правды вопросов есть это как сейчас вот у нас идет возрождение опять подвигов людей которые сохранили в границах или диалоги сохраняли в границах государства вот это россию и сейчас сейчас выбить цветы кладут и памятники и все время все прославляют их их тех людей которые защищали им квартиры сейчас и все что с этим связано вот армия защитила значит армию сейчас офицером все квартиры все хорошо делают воспоминания такие прекрасные нам 75-летие 65-летие все праздную парады делают и так далее евангелие слова иисуса христа которые были сказаны когда он пришел на землю воплотился новый завет ученики христа прошли показали как нужно веровать теперь уже людям без христа все казалось бы ясно и апостол павел как бы предназнаменал предзнаменуя проглядывая вперед но скорее всего там все видел он еще и еще раз в очередной какой тут уже можно почитать сотый раз опять обращается к тому же самому вопросу что все и во всем христос все и во всем христос и надо же так сделать это кто так может сделать только сатана через человека причем я вижу любого даже это вера во христа она через тысячелетия все больше и больше забывается и теперь начинаешь говорить с людьми и говоришь наш дорогой любимый христос мною любимый христос показывают на тебя пальцами смеются и как в том в пророке что у пушкина что у левом того иди отсюда старик говорят они вот смотрите на него как он худ и бледен как презирают все его за то что человек то за то что человек хочет прояснить слова христа это я к тому какие гонения сейчас идут на слова которые произносит игнати тихоныч просто устами своими ну или кто-то там без братьевка счета дальше еще почитать 11 стих в нем мы и сделались со наследниками простите в нем с большой буквы мы и сделались наследниками быв предназначены к тому по определению с большой буквы совершающего все по изволению воли своей своей может это стих часто прочитаю еще раз посмотри а потом повторить ведь не сможешь как брежнев слово азербайджан с третьей попытки ты говорил в нем мы не заделались нас вот какой был корифей мысли павел и вот здесь вот нет ни одного слова которое православные бы знали поддерживали корыть трусость и что гордыня прелесть гордыня прелесть то есть это совершенно никакого отношения не имеет к тому что дух святой открылся из павла непрерывно друг друга корыть трусость измена трусость и обман вот этого все в одном кошелье пустой не приходят с одной грязью стены совещание какие-то встречи конференции и чтение но только не проповедь не и благовестия сколько всего придумано колокриума конвенции встречи какие-то и все тайно как сейчас что о чем разговаривал папа с патриархом совершенно тайно резолюции подписали все и никто не знает что они там делали но хоть бы огонь какой-то благодатный загорелся в коридоре там или кого-то хотя бы папиросы в кармане ничего не было чудо-то никакого чуда не было чудо другом что люди ждут чего-то но почему апостол павле тебя пришел бы решил быть ничего не знающим ничего кроме христа распятого здесь все знают кроме христа распятого странно все только христе говорится и как будто они суда вообще не глядя сегодня говорят я слушал качева два часа с лишним часа да вы герои послушайте как он говорит как будто бы большой такой куль назывался то 110 килограмм просто на клещей кто-то ножом поранул поэтому и со всех там просто посыпалась но короче шурток нос и поискал там этот не ему показывает он ножом снова посыпалась и это тоже повтор одни и говорит все это знает батюшка ну расскажи им о христе и видно паспута или кто сидит не знают они ничего не знают никто не записывает потому что это новинка что отвечать повторить это нельзя потому что он то читал гарри поттера другой то нет он значит такое матрица и отвечает все мирскими я считал литературу как дети в течение одной недели делаются язычниками на острове там автор написал где-то это видел чтобы дети христиан делали с такими ты почитаешь и тебе вовилы у него и пископ ловилы дети были учил не знают арен кажется ахрицкий там пишет у него детей была школа была три тысячи детей школа какая и что они язычниками стали нет конечно они умирали в жихе там святой кирик и улита кирик это ребенок был 5 лет ему было или не было мать как казнят а император его вот это растут наши люди следующие мамлюки будут он его укусил кажется и он как шарахову полез этот покатился его голову ударился мальчик вот такой-то и убился церковь пришли свою клику святых что сделали вытащим а вера надежды любовь это вот такие вот девочки сидели 9 10 там 11 лет ни одна не дрогнула с них шкуру сдирали кожу сдирали глаза выдавливали резали груди какие там груди то резали и они не поддались ни одна вера надежда любовь а то в течение одной недели вот там даже мальчик хоре пел они там свинью убили голове поклонялись это наворачивал и он это все сегодня пока посчитай как действовали отделенные баптисты когда детей отнимали отнимали детей они на деревья залазили краном не могли снять их оттуда не как обезьяна по веткам и главное баптист сидит а у нее девять ребятишек осталось приехали арестовывать по домам ребятишки разбежались по деревьям не могут снять вы почему против детей то не знаете ни что а дом но дом отняли библиотека имени добролюбова библиотека имени добролюбова тогда знаковая все они ничего то они знают почему потому что они их учат вам хорошо говорить мы сами баптист такое трафарет на это вот действительно перешли границ здесь что знает еще раз прочитай в нем мы и сделали с наследниками быв предназначены к тому по определению наследниками грешен много грешен господи помилуй сорок раз да нет нет конечно мы наследники я царский сын на православный скажи прелесть прелесть да а то вот приститель павел первую очередь мы сделали с наследниками великого царства небесного православных это мысль кощунственно поэтому все это закрыто вот почему симеона нового богослова даже феофан затворник не посмел перевести на русский язык это пишет архиепископ василий брюссельский почему считающие симеона богослова поймут что они неверующие неверующие вот тебе святой отец он говорил так что трудно понять человек это был или ангел их назвали ангел во плоти или человек на небесах вот так дальше считай в нем мы и сделали с наследниками быв предназначены к тому по определению а предназначены по определению это избрание божие когда я сказал что я знаю что я избран богом они не верят в избрание определенных бог на это определил он избрал открыл записал то есть ничего этого не верит почему поп все отбил он только может не дам причаститься и сдохнешь ты здесь под забором то есть получилась полная подмена вот эта гордыня сатанинская просто да разве человеческие чужие руки можно дать спасение сегодня считали кто отлучит от любви божии какая-то структура папа римский патриарх никто начало силы власти перечисляет но не перечисляет только епископа епископ может отлучить павел не знал еще эту беду ну тут прочитаю чем кто все видимое невидимое запредельное вечно ничто не отлучит я и христос мы двое он меня искупил возлюбил когда я был грешником и это ответная моя реакция я возлюблю он меня признал своим а кто я такой я каждый день себя стараюсь держать и грех сата лукаво не прикасается к нему никто не может тут огонь будет гореть все время вот сегодня я слушала то сам откачу я против ничего не имею говорить но я хожу понимаешь с большим трудом этот сидит головой только крутит украине был я на я хожу едва-едва удел у меня глаза кажется до сих пор связами наполнены что он делает и дорогая зал большой и люди хохочут он отвечает и у него слова так и дадут гладко я думаю только инвестиции язык твой смертный сейчас в арту у тебя он опухший от этого говорения строчит как из пулемета и повторить ним никогда не повторит это все знают какой литературы какой изыщий как были крашеные перья нос там у перу на все повторяю и где он вынорнул этот перун все знают он не знаете как где воскрес христос а если знаете почему молчи почему ты этим людям не сказал что вы не верующие сидите то вы ты же видишь кто как они одеты как они реагируют скажи откройте писание ни у кого его нету вот такого то урок это нету то есть все сравнивает что монахи сказали такой монаха кто бы он ни был если все вместе соберутся монахи со златоустом во главе все монахема если не так будете говорить как написано но если апостолы вместе она пима галатам 18 даже ангелы собрались она пима у православных что ты а то серапин сказал ой-ой-ой златоуст сказал ну сказал вопреки писание где это видно что прятаться от народа написано идите проповедуйте идите здесь день на и ночь блокирует человека беренину нельзя проповедовать как нельзя когда мало дети проповедовали считать житие святых все ходили благовествовали вот она где определение а его не было определение поэтому внутреннего срадства с божественным нету и говорится мирское они мирские или слушает их сидят довольные смеются прям хохочет ой-ой-ой он знает что сказать как рассмешить и окреститься вот так вот вот так вот и его здесь вот у него как колдун старый перевернутый крест да разве плеча подними руку вот перекрестить вот это должно быть меньше чем до пупа прямой крест нижней половина должна быть длиннее от поперечина то а он вот здесь вот крест то у него а здесь на лоб и у него получается кверх ногами крест и никто не видит он креститься даже не умеет а народ заходит выходит в храме вот так прямо никого не видит он как глухарь во время весны поет так кричит и хоть стреляй бей его сейчас ничего не слышит потому что он поет поэтому тоже можно бежать к нег хрустит не попал выстил еще раз стреляю он поет глухарь у нее закрывается уши затягивается ничего не слышит потому что там внизу глухарка она во сила его они за нее хлешутся петухи а там смотреть не еще глухарь у него красно хвост такой всякие теле моего там как музыкальный инструмент загнутый это скрипичный ключ она серенькой сидит где-то они за нее хлешутся их по одному стреляет они даже не видит сколько уже убили вот так его людей лишь бы батюшки угодить а батюшка-то сам не не знает может быть ты ему подскажи полюби его я слушал два часа я два часа слушал и только про себя молился только бы не разрыдаться что случилось и какие восстают люди какую он власть над людьми имеет показано и куда ведет их и все время меня с разных сразу люди спрашивают скажи об одреет кощеве он у меня рано или поздно сорвется где-то где-то я знаю я для него самая большая казнь была бы согласился по скайпу беседы равное время чтоб человека два-три на часах сидели ну пол слова только подняли руку все замок следующий по три минуты хотя бы вызвать его где-то поговорить с ними поплакать с ним вместе он плакать не будет он сидит на белом коне победитель убежал прижали это украинцы то он оттуда вынужден как его смерть и грозила там патриотизм показывал это знаете а тот как в армию вопрос задает в армию как идти посещать идти он в админике это хорошо ты там будешь желать жениться желать жениться понимаешь и приедешь и в первом месте женишься а там как хочет а как жениться он отвечает правильно отвечать начинает правильно потом смотри какая теща была но если теща хорошая такая была и умела а дети то дешевле то не такие растут то мы их не получилось вам это любовь и поэтому и гляди что она поповская дочь а там мирская какая-нибудь ну ты любишь жениться на ней прямо и ты ее от миссионер по самое не могу как ураев говорит ну как тут она не верующая зато любовь есть да бывает и разводится но зато воспоминание любовь останется это попа отвечает понимаешь нет и смотришь и это называется верой православие какое в каждом ответе безбожество я не могу даже говорить о тех он говорит а я в это время сижу удерживать охота дослушать и молиться охота он не знает бога не верующий я хожу ребятам груз совершенно не верующий поп-то у него верта никакой нету у него страха может совершенно нету был наркоман где-то с бандой вроде знал что-то пишут и взлетел а говорить может как уговорит как фидель кастро или керенский 8 часов и воды не прихлебнет даже на свернов там непрерывно на самовар опил сидит у него речь поставлена так что каждое слово записано бери в книжку помещает в нем мы и сделали с наследниками быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей толкование сказав выше избрал теперь снова говорит мы сделали наследниками во христе то есть через христа но так как наследство есть дело случая а не добродетели и выбора то он исправляет то самое говоря быв предназначены к тому по определению божию ибо он с большой буквы не предопределил бы если бы признавал недостойными но все совершающий бог прежде нашего появления на свет уже видел нас и избрал и отделил нас для себя так что совершив сам наше избрание и отделение он не ошибся избрание же все не ошибся всем в избрании я всегда говорю господи хорошо что ты избрал меня на это дело денежно ты не ошибся я говорю господи ну еще богу так я дает бог может ошибиться но я говорю что не ошибся что через мои руки проходят средства такие проходили которых у меня нету даже и перед богом ни одного шнурка не взял как авраам говорит не время на обуви бог и каждый раз удивляюсь посмотрю опять я богатый пройдет месяца два и опять богаты и не работаю фактически-то бог и главное спрашивает люди незнакомые а вам можно выслать деньги а можно вам десятину посадили священник платит там прям искушение какое вот это каркас есть то что златоуз говорит чем быстрее бежишь от славы тем она за тобой быстрее гонится а то деньги это циру ему помогают ну и что если помогает наши цару я с у нас зазомбировать я учился выйдет там в индию но все совершающий бог прежде нашего появления на свет уже видел нас и избрал и отделил нас для себя так что совершив сам наше избрание и отделение он не ошибся избрание же для наследия есть дело благости так как дается без труда по божественной благодати хотя и на достойных простирается по изволению воли своей говорит дабы показать что не потому что евреи не уверовали случайно призванные язычники но от вечности то было предопределено и этот совет божий и воля его были искренне ибо хотя и сказал христос на путь к язычникам не ходите читаем евангелие матфея 10 глава 5 стих и я послан только к погибшим овцам дома израилева 15 глава 24 стих там же евангелие от матфея но это сказано для увещания иудеев и привлечение их как детей склонных к обольщению так как поистине призвание язычников было предопределено от века значит которые погибли тоже предопределено они прописаны я буду в аду не на небе и поэтому он злодействует он вжжет непрерывно он не может выйти из этого состояния он не может ему не дано окажет ответственный а ты кто что судишь бога это единственный вопрос на который апостол павел не отвечает а просто крикнул замолчать если заранее меня определила смерть а теперь честно спрашивает люди спрашивают апостол павел а ты кто что споришь с богом не властен ли горшечник над глиной какой горшок сделать ночной или царский и молчать но я же в от иду молчать почему павел сам не знал как ответить поэтому и закрывал вот он не знал потому что ответа нет если праведник едва спасается то нечестивый грешник где явится вопросительный знак вот такой отвечать отвечай сам где он явится вот и ответ интересно считать слово боже интересно сегодня на потрясших пунктах будет история отлетит чья-то голова двенадцатый стих дабы послужить похвале славы его нам которые ранее уповали на христа вопрос сразу если похвале славе боже а сатана про это знает знает ему нравится не нравится что он будет делать он будет выравнивать кармысл он будет хулить бить почетных женщин возбудит поднимут пущу побьют камнями и за ноги вытащат за город он стал и пошел был такой один у меня такой вопрос нечестивый и грешник где явится почему такое подразделение кто это нечестивый грешник понятно я нечестивый ведущего спрашиваете нет я я у вас спрашиваю знаете да я еще я после них уже подбираю крошки подберите крошки пожалуйста грешник это общее название какая разница между молитвой и молением молитвы и моления молитва так краткое моление это общее богослужение тебя довольно ну да похоже так и здесь нечестивый творящий нечестия грешник может ничего не делать ничего вообще не делает но он грешник а почему а он сидит только мечтает думает а чтоб ему повылазила под одеялом то в кармане руку держит а фигушку показывают патриарху или президенту а бог судит сердце нечестивый он обязательно какой-то нечестие делать нечестие у него слова от нечестия происходит нечестие это грех который явно видно для всех но в грязной одежде человек садящийся в общественный транспорт он выбрасывается так и здесь творящий всякое нечестие благородном обществе ему руку не подают чтобы здороваться я вам сбросил там про пианистов видел еще нет еще не смотрел посмотри обязательно фильм один вам полезно пианисты двое соревнуются может видели когда но и давай легенда пианисти 12 стих еще раз прочитаю дабы послужить похвале славы его нам которые ранее уповали на христа толкование чтобы говорит быть нам слава его нам возымевшим надежду на христа то есть уверовавшим во христа и прежде наступления будущего века надеющимся на будущее для нас благо ибо слава слава и похвала благости божия в том чтобы спасти столь отчужденных я хотел сказать что сейчас до меня доходит тут как бы в новом завете такая канва прослеживается дело все в том что евангелие это благая весть бога к людям и но людям не спасенным еще а только только приготавливаемым ко спасению а теперь дальше уже идут апостолы они рассказывают уже тем людям которые уверовали по словам христа в евангелии и вот тут рантахи говорит у нам уверовавшим во христа а если не уверовавшего христа тогда значит перед этим предыдущая никто ничего не знал и не понял или тогда в чем дело или или человек просто остановился на первой ступени это когда при дороге упала на дорогу упала и птицы попивали и вынесли или не было учителя который не научил тут же написано уверовавшим во листову попробуйте вот это прочитать с интересом каким натигнуть он начинает рассказывать облёбывается он не у него не хватает как говорится слов рассказать говорится мысль впереди бежит ну а если теперь человек ничего не знает да ты хоть вы говорите там вот хочу слова на правильном месте да ты хоть или миллиард расставь на правильном месте если ты не знаешь что такое рождение свыше ты никак не объяснишь там так даже заучено ты будешь по вашим словам будет говорить и на каком-то месте все равно поймешь что он говорит заучено конечном итоге но бывают такие люди бывают да это штили все от вас спрашивал а может быть такие есть и православие не попали и как-то так они себя поставили учителями ничего не знающими до конца что им поверили за ними пошли и в конечном итоге забыли христа то о чем говорит новый завет постоянно а а господи нашим говорит и говорит о спасении что он спасает а как спасает баптиста любого спроси он захлебнется рассказывать это так интересно его слушать будет вы не оторветесь это вот я сколько беседовал с ними ну там другие вопросы они конечно уже не очень интересно говорят а этот вопрос у них столько примеров братья сестры вокруг они обо всех расскажут как они уверовали и так это все без бабушек каких-то и дедушек все а прям напрямую сами вот христос и библия и человек душа его но это я хотел именно нашей сказать церкви а православной католики и сектанты не так это интересно вот которые люди православные они были в плену тоже горднулись я ни одного не встречал который бы слово божие знал это несовместимое слово божие и православие совершенно никак но приехал оттуда на немки бывает женился уехал в америку встречается я встречаюсь с ними там был боги даже такой речи нет один я знаю его даже жил с ним стал митрополитом я уехал когда митрополитом и у нас разговоров божественных вообще нету только одно как понять россию мы должны поднять а как же коммунисты бить их надо танки учиться водить и громить давить этих этих гадов на патриотизм это национализм это все нормально это наше православие я у них там стало просить говорю молодежь хоть раз соберете а то я уезжаю в лос-анджелесе наша молодежь она не нуждается этим ну как словом божьем нуждается не они не интересны не интересуется не интересуетесь вы и наследие не передали все-таки собрали меня привезли туда мы начали беседовать молодежь хорошая видно не спитая но русские русские люди просто русские все вот проходит время час-два время уже девять десять ни один никуда не идет вопросы задают ну и тут кажется перекур сделали выше старики так вот еще с нашей молодежи делается ты смотри как они интересуются у них выросли 21 год парня и даже ни разу не поинтересовались чтобы услышать как он уверовал а не знаю что сказать настолько сильно при повезли меня к сербу какому-то серб уже тогда это с югославии это неладно было уже наметки были на это стали говорить какой он патриот мы так надеемся что россия поможет шандарах нет этих американцев то есть они прямо на этом стоят россия вообще никак не мешалась визе его просто раздербанили эту сербию то растянули и все мы там были бедность вопиющая все здание с пустыми окнами никого нету по ночам приходили убивали вырезали и все с ним стал говорить больной тем тем более человек как трудно говорить сейчас один заходит ко мне у меня ролик будет стоять молодой парень видно его хороший русский парень санкт-петербург язычников как много мои друзья все ушли в язычники они это дело обработали показали мы природная у нас своя вера была то князь владимир крови залил все и они пошли вот он не крещён не крещён был владимир этот олег и аскольд зачем тебе это надо я бы не давай говори павел я решил у вас быть ничего не знающим кроме христа распятого зачем вам это знать я только пару слов скажу он опять туда к аскольду к этому опять кто был крещён где был святополк и когда они там были у константинополя как тащили эти свои корабли на этом шлюпки шитики на плечах он не может быть его любой совершенно не можете уже протравлены ты бери евангелие чисто считать зачем тебе знать языческое ты ему говори без креста ты погибнешь есть вечная жизнь а он не примет не примет отойди после первого второго разумления отвращайся ибо они самоосуждены зачем тебе думать о его спасении это когда ты сам не спасенный ты себя привели в порядок перед богом и ты тогда ему приди с евангелием и откроет скажи вот христос он любит тебя вот тут был вячеслав полосин он близко знаком отцу гриба и кунина священник государственной думе и перешел мусульманом и теперь стал каким-то там у них доктор мусульманских этих на вуде то ему еще сказать чему сказать он избрал все одно то что он никогда на пасху не сможет поцелуй дать и сказать христос воскрес больше ничего не надо одно это только уже удержит тебя понимаешь как вот он выступает я я говорю каком священники то и видите как вот это у нас мы у нас православие то свобода то есть он дал свободу погибнуть а у этих у евреев у них нет вот у вас скажите идет дождь что можете сказать ну дождь идет зонтик взять а еврей не так говорит он как бы осуждает а еврей говорит так благословен ты давший этот дождь и он это осуждает у них живите как облеплено дальше вот у вас зелень появилась где-то вы видите как ну приятно вы что говорите ну трава растет корова пояса не так говорит как ты благословен создатель даровавший земле право от земли рождать это храм стоит ли с человеком ли встретился рождается девочка и как он начинает говорить благословивший ее как ревекку господи соделая послушник как сара на девушку смотрит и говорит не писанная молитва нам это не надо а старобрядцы о это старобрядцы это у них везде правило то нельзя другое нельзя мы православные у нас это все свободно можно понимаете что то сеять или разврата при том а то человек известный можно сказать всемирно известный то и прямо вас сплошь и рядом осуждает он не осуждает как не служат у миллиона людей осудил которые идут по евангелию а уж про баптистов говорить не надо он нигде не говорит что у баптистов есть такие псалмы как зайдем на голгофу мой брат а то в одном песнопьяни заложена вся литургия он ничего этого не видит евреев попутно захватил всех они националисты это им положено этих слов даже нету ты говори это богоизбранный народ и бог хранит его и поэтому они знали что язычники не избранные не надо им проповедовать не надо спасаться а во христе нету не елена не иудея понимаешь он никак к этому не подводит он скажет так и сразу разворачивается опять осудительно идет к думаю его слушают в интернете стоит его зовут такой батюшка да где ты взялся такой все отзывы только положительное может там есть отрицательное во всяком случае есть положительное ни один ему не скажет батюшка почему ты людей прямо не ведешь ко христу почему ты все не рассматрившим в свете библии ни одного вопроса такого нет я хотел написать ну вызывать только без него еще может один день проживу он может натовить десятки тысяч людей на тебя одновременно но и без меня нет я если вы высунете скажу вы сначала с невзором александром глебовичем разберитесь ну жириновским выйдите барьеру какой-то там выходит поговорить и он тебе даст сказать слово то ты не даешь сказать а он тебе даст ты обязательно толкнешься на такого как ты это зеркало тебе даст такую фигуру такое чудище появится в изображении что ты скажешь а кто это это не уважение не собеседника никого бога как никакого нет вообще отвечает не по слову божию сотни кажется книжек прочитал зачем мне это все знать один вопрос я многое знал сам молиться господи исправь удали сотри переформатируй сознание все все пакости все в голову лезет а как любовь любовь слову божию библия и христос два слова повторяя постоянно святая библия святой христос поехали 13 стих в нем и вы услышав слово истины благовествование вашего спасения и уверовав в него запечатлены обетованным святым духом толкованием то есть во христе так и к евреям говорит говорил нам сыне евреям 1 глава 12 стих называет же проповедь словом истины в отличие от закона бывшего прообразом и тенью а благовествованием спасения в отличие от закона умерщвляющего и будущего наказания ибо проповедь о первом явлении призывает ко спасению а труба второго наказание в евангелие у веровав или в него во христа то есть благодатью христовой у веровав запечатлены так что ясно что вы жеребий и удел божий но иудеи запечатлены были обрезанием как бессловесные приняв телесную печать а мы как сыны божии и запечатлены духом что выше плотского запечатления называет же его духом обетованным или потому что обетование он дан ибо и через и а или бог обетовал излию от духа моего на всякую плоть читаем книга пророка я или 2 глава 28 стих и христос говорит примите силу когда сойдет на вас дух святой считаем деяниях 18 или потому что обетование грядущих благ дух поддерживает подтверждает ибо уже тем что он не спослан нам дается уверенность в будущем посему и называется залогом послушай что следует далее интересное из толкования начала благовестия нашего спасения как будто вы евангелие написано прямо под каждого человека интересно благовестия нашего спасения то есть вот моего там и игра твоего сергея и так далее так далее то есть приближение какая то есть христос личный спаситель каждого мой спаситель твой спаситель ты только уверуй в христа и он тебя спасет и уже начал спасать 14 стих который есть залог наследия нашего для искупления удела его похвалу славы его толкованием бог в кавычках купил нам наше спасение и дал нам пока залог духа уверяя тем что он дарует и наследие неизреченных благ и те которые поистине причастны духа каков был например и павел отсюда же разумеет что он есть залог совершенного наследия посему-то павел истинал и искал достигнуть совершенства и быть со христом читаем филиппийцам 123 а вы не имеем такого залога как подобает и не стремимся к совершенству поскольку еще не вкусили его словом удел он обозначает божью заботливость и попечение о нас посему он говорит что сей залог ведет к совершенному избавлению и к полному нашему спасению для сего он и даром ибо тогда наступит совершенная свобода когда совсем уничтожится грех когда святые освободятся от сожительства с грешниками и будут спасены и приобретены богом чтобы быть его народом а некоторые под уделом разумеют нас самих и так для искупления удела то есть нас которые составляем достояние и стяжание божие постоянно присовокупляет это удостоверяя что непременно исполнится обещанное ибо если бы ради нас сделал можно было бы еще сомневаться но теперь когда он намерен совершить это для проявления своей благости кто может возразить что не сделает так и писание говорит со мной уже господи господи твори ради имени твоего салом 108 21 и не нам но имени твоему дай славу салом 113 9 но слава слава господня чтобы имя господня прославилась среди других людей которые не знают что как его прославить размножить раз ксерить вот ксерокс это очень великое дело когда вы изобрели то один листочек с как люди переписывали да неправильно а тут раз наложил и уже правильно и вот как сделать так что теперь ум человеческий раз отразил и понес другим людям прославляя теперь имя того кто первого кто отдал эту благую есть слово свое живое и который будет спаситель спасителем для тебя для вечной жизни как так сделать и вот теперь на это евангелие идет такая хула да вы там неправильно распространяете да то неправильно делаете да евангелие внесем откопированное уже ничего сами не принесем а хотите с нами поговорить у нас все для этого есть живой журнал есть есть еще живой говорится собеседник по евангелию проповедник хочешь поговорить просто простыми людьми есть миряне пожалуйста заходи но нет опять не то опять не так а как еще имя христа прославить только идти не нести людям слово божие но почему так они обратно любят спорить никто не идет ну прошли бы сначала никто же так вот родину не защищает языком почесали языки а сразу всех или в тюрьму или на фронт и потом победа на армии выиграли отогнали немцев из-под москвы отогнали молодцы нагнали народу куча трупов смогли а почему ну так любящие христа столько много говорящий о нем и не встали всей грудью на защиту славы имени божией и не пошли но бактисты показали как это можно сделать но православные когда очнемся мы вы помните как бойко обратился на плену дошел он что-то я не знаю 25 килограмм чем-то было совершенно невероятно одни кости но на него мешок там бросили какой-то 37 килограмм там было есть от 70 половина тела то нету зашатался упал немец подошел каштыком поранул говорит его рано гноится теперь все и какой-то нашелся немец который лечить его стал плену а он ничего не знает бывший комсомолец дальше чем попало кормят понос пошел сам среди деревьев то сел лежу гор бумажка бумажка требуется для определенного дела то пока сидел бумажку развернул что-то там написано я скорее спрятал а потом стал считать очень наш смятая бумажка это у него начало было обращение и дальше вся жизнь пойдет страданием за христа за христа не задоренные дела а у нас целое евангелие даем ездное по благословению патриарха да это чего вы раздаете ничего себе немец баптист оказался который его лечить подачал баптиста у него дочка он за тебя выдам потому что он уверен веру в нем увидал это одна адвентистка говорит я сидела говорит в концлагере тай и узнала что наш адвентист охранник я подошла и говорю а как же так то мы же адвентисты мы же не православного нас убивать нельзя вот а я не убиваю ну да как кажется охраняешь я охраняю а я не убиваю а если заключенные побежит еще побежит и стрелять не будешь нет я тогда пошла он откуда-то пошла ты же брат все сказал я пошла стой стрелять буду я повернула назад вот и есть как до дело когда дошло не видно что мы лицемеры все а что делать а священник угрожает не на причастие там отучил церкви а ты бы еще сделал то заниматься когда он тебе отвергает и на другой вопрос вот я сказал пойди к кому-то который у нас был человек ушел а я не желаю вас видеть вот вопрос другой все он отверг теперь свободно уже мы свободны вы пошли даже краю все она вас не приняла кто-то нет звонила мы прежде чем пойти мы позвонили сразу же вот воскресенье позвонили она сказала она плачет я болею очень сегодня не приходите я бы я когда к вам притянуть понедельник евро с николай понедельник завтра она нет нет в следующий понедельник мы салой дождались следующего понедельника но воскресенье следующего вот этого которая и говорю нам нужно к тебе прийти побеседовать она давай по телефону с тобой беседует пока вера то ушла вверх дочка ее а мы с тобой поговорим и мы говорили очень долго с ней она она как будто вот как раньше стала такая как как бы вот такие же слова все думали какое-то противление такое какая-то такая вот я говорю рая ты благодарит бога что пришла к нам это женщина с пятью детьми и что она спросила скажите мне когда мне дали на детей с денежки я их все посчитала и 26000 как мне с них заплатить десятину мы и объясняли объясняли пока уже игорь игорь сказал да когда ты сказал так и делай ты чем спрашиваешь она села потом второй раз стала стала спрашивать я грана беспокоиться о душе о спасении а ты видно не беспокойся у тебя так далеко это душа это 34 года а тебе уже 76 лет это это прообраз этого женщина с детьми пришла прообраз заставить сколыкнуть обратить наше внимание что у вас там вообще не такая женщина есть который даже не печется о том я говорю так это ты и тебя и господь тебя хочет спасти чтобы ты здесь покаялась ты не поняла что ли это вот почему произошло ну в общем-то я так рассказала и она опять мне там всякие игры слушать тебе какое дело люди тут верующие у нас в общем верующие они боятся бога я не они ждут суда божьего на суде они будут каждый отвечать за свою ты зачем они говори себе говори ты себе районка или так мало осталось мощные вещи говорю ну мало же все на границе мы стоим она ты права а ведь серёжа такой хороший да с игорем тогда меня под руки водили для меня там все там полностью я приду кнопку нажму я все слушаю и плачу да какие хорошие брать это как и а чушь они на меня накинулись игры рая да вот и накинулись на тебя не они говорю а бог возбудил в них чтобы тебя как-то подвигнуть покаянию она и ну не знаю не знаю подумать надо игры подумай подумать на второй раз она мне со мной опять разговаривать но я подумала могут у меня просил прощения игры ты простила как же я не прощу я простила да он такой хороший хочу накричал то на меня игры ну вот такой вот у нас есть в нем такой порог но он видно вот на себя взял говорю огонь на себя и ты вот это в нем не тепло-хладный я говорю он говорит и знаешь он ему не безразлично ты знаешь опять не давай раз как как вы ее водили как вы ее возили как вы меня продолжаешь дальше что она ведь дальше она говорит я вруты думай думай и подумай что ты сейчас стоишь на грани выбрать то или другое ты забудь то что ты мне говорила задумайся внутри себя воде и подумай о своем спасении о своем покаянии ты понимаешь понимаю понимаю но надо подумать ты ящики позвоню я говорю позвони потом алла звонит пойдем к ней я говорю нет она не разрешила вера там пока дома алла с ней тоже разговаривал у нее спросить значит дочери боится верно ну да она может запретить говорить дочь и там долго питала ничего себе надо ходу точно в тебя на есть такая нет спросите еще себе моя бы мама запрещала своим дочерям или кто-то пришел в образе нельзя у моей мамы 5 дочерей 5 сыновей и кто бы не приходил никогда ну она как бы уставшая срок работа и столько зетевек еще 5 на 5 результат переговоров таков что она как-то уже то не стало грудь и забудь все что ты мне сказала и я забуду и забудь это и в себя внутрь вот слушай то что они тебя поставили и молись они чтоб господь тихо-тихомирил чтобы они по-другому как-то вы их мудрые дали чтобы бог вы им мудрости домой за них как они опять не я бы все забыла забыла жизнь прошла в этом но главное что вы сделали что должны больше не надо не тревожки не будем а то подумаешь что мы зовем куда-то и я и сказала говорю с тебя снимется столько грехов что ты вот сейчас претерпи без ропота вот это ну ладно дальше считаем еще площадь скажется еще 40 14 стих который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его 15 16 стихи посему и я услышав о вашей вере во христа иисуса и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас бога вспоминая о вас в молитвах моих толкование потому что вы уверовав приняли запечатление духа и получили залог будущих благ и совершенного избавления и имеете получить то что у готова но право верующим и благочестно живущим непрестанно благодарю за вас видишь ли какое сострадательное сердце за всех приносит благодарение как будто сам получил благодеяние ибо не только к ефесянам но и ко всем это пишет и так хотя достойно благодарить бога и за все другое чего мы удостоились но достойно благодарить и за веру верующих потому что они так просветились что притекли ко христу спасителя отступив от губителя таково ведь свойство братолюбия услышав о вашей вере во христа иисуса и не только о вере но и о любви то есть о милосердном и братолюбивом расположении и даже человеколюбивом как простирающимся на всех ни на одних местных святых то есть на бедных верующих и везде он с верой соединяет любовь поскольку она порождает добродетельную жизнь ибо без нее бесполезна вера вера без дел и жизни равно как и жизнь без веры заметь сколь многих он имеет своем уме сколь многих он помнил своих молитвах а вы и самих а мы и самих себя не вспоминаем как должно я хочу спросить вы как дома молитесь за кого-то как поминаете каждый раз на память или по бумажке вот у меня если я молюсь когда мы брать это знают от мой вместе где-то первую очередь митрополита патриарха священника они у меня по ранжиру стоят и вот недавно как попросил один еще молиться за него а я попросил его один епископ такой ядор звать его ульяновской области то есть увеличилось как бы максим уехал мы каждый день за него молимся за папу франциска венедикта мы каждый день молимся за правителей начинаем с владимира и заканчиваем эрдогеном турецким с которым не ладится где-то далее молимся мы о гонителях перечисляем гонители особенно ярые такие бешеные просто перед богом поминаем потом поминаем благодетелей которые добро делали и помогают еще так далее молимся за болящих вот вчера мы у нас на первом месте на сергей парализованы это муки страшные у человека ну а дальше кто сейчас алексей сиськов было вчера у нас позвонили нам валентина павловна борисова вот они иначе ну и вы путешествующие вы так поехали мы в ту же минуту на молитву мы сразу все бросаем у нас нас насчет этого есть когда счастливее галина по мини возврате вы ездили не на музыку по личному делу есть но я подумал что она думаю какое соревнование вызвали туда и не знали это ваше дело дальше молимся за интернет кто нам установил его кто сделал кто работает какие модераторы кто оплачивает мы всех знаем и молимся дальше молимся уехавших за отступников за новых знакомых какие поверились в интернете вот это отдельно ну и дальше свое родство от у меня остались братья брат там такое-то за пьяниц молимся перечисляем своих чтобы не пили кто уже перестал пить повторяем каждый день это на молитве и теперь молимся за родство я перечисляю своих надежды васильевны и его прислала мама елена с книжками сидит я подарил ей книги так я говорю сегодняшнего дня мне сегодняшнего месяца народу полтора его мать елену записали себе наши родственники не родственники а родство от них все корешки какие есть это только когда общего уже молитва совершается по молитва слов по псалтыри закончили и тогда вот это вот мы и дальше о своих нуждах а потом по порядку молимся 10 поклонов христу благодарим вот я благодарю себя за тот день в который ты господи дал мне веру в тебя это дар неба страх пред тобой и ожидания суда божия это во мне с детских пор было заложено хотят обеда что-то не так было но страх все время был не спастись я и знал что я не спасен вот сначала после этого богородицы при сна деве марии матери христа бога нашего подчеркнуть чтоб покрыла махором любви дашь ангелу хранителю ангелу хранителю за столько лет хранил и чтобы не покинул смертный час когда душа будет разлучаться от тела и чтобы ангел душу провел по мытарством страшным и непонятным и ввел душу мою на веки вечное царство христа бога нашего ангелу хранителю поблагодарить за все годы как он хранил на воде и воздухе все перечисляем молимся за плененных за убиваемых чтобы господь их принял в обители вечные и дальше свои просьбы что данном еще священника диабетских перечисляем чтобы добрые жители были чужие к нам не проникли если молимся об обществе расширить пределы их найди новые души поводи всех на благовестие то есть у нас все это чтобы не забыть мы конкретно дальше начинаем мы зарубежные которые это с плотников димитрия мариновича до их дальше валентина алексея которые там казахстане и дальше на германию переходим всех захватываем это те которые дальние дальше о нашей нужде о сохранении того что у нас есть что бог сохранил живность все деревни все что мы знали видели за все за все благодарение богу после молимся уже пророком перечисляем всех пророков в общей сложности мы называем имен святых которых просите молиться примерно 77 среднем не считают это отдельно когда своих у тебя перечислял какие круги потом по болезни по благодетельным по по врагам по лютым врагам чтобы сохранил и книги в пути и здесь сохрани нас от лютых волков не щадящих стадо и говорящих привратно это те больше всего нападают патриарх поехал мы уже особо о патриархе чтобы не было несчастья транспорте самолете чтобы не было покушения то есть мы все близко воспринимаем вот она только скинула где-то скинула и я на сижу на интернете сразу прочитал сразу такого раз братья уже моей комнате все налитом три святое и 100 поклонов знаете жизнь когда вот так вот строгие рамки она другая совсем по-другому видишь боль чужого делается твоей болью отдельно об изменниках об отступниках которые ушли а непокоривых женах отдельно отдельно вот я могу сказать вот ну который у нас замужнего ты у нас не попадаешь непокоривая это уже мне маленькая похвала попадает туда перащит начиная со своей перечисляем все имена непокоривых которые такие там раиса лариса там марина по порядку просто когда мужья говорят что не не лады то и мы откликаемся на это то есть ведь я я называю еще не все по каким у нас разбита полигоном а дальше уже небесным силам апостолом евангелистом потом а 10 поклонов мученикам мученицам всех начинает там и георгия победоносца пантелеймона всех царя николая святое царское семейство и нов канонизирован владимир вениамин и оси а потом святых отцов чтобы сохранилась святой православной вере молимся о всех переводчиках священного писания что бог и в вечности воздал добром то не канонизирован еще и как мы слепые были бы сейчас на еврейском языке счета прочитаешь что не на грешеском не на еврейском они на родном русском они старались они трудились они изучали они на практике въезли в ту страну понимаете сколько-то труда за этим стоит и кто помогал вот это издать благодетели это же никак нельзя издать я говорю у меня стихи чтобы сейчас издать примерно два с полной миллиона надо стихи издать 1000 экземпляров но это четыре книги по 800 800 страниц и фотографии в каждой будет 160 страниц фотографии все сделано в интернете выставлено и тогда как постепенно ты привыкаешь во первых мозги у тебя не засалено и ты все время вспоминаешь говоришь и ум то у тебя будет чистый разума надо все время давать работу как мышцам привожу руку вот так подержи ее месяца три ты увидишь она слабела я вот голубят выпускаю они там сидят там коробка только выпущу они там на кровати машут машут крыльями тренируются все уже вылетели уже летают и за все бога благодарить за все а потом уже о женах и девах святым молимся и перечисляем своих непослушных и чтобы господь помог им избавиться от непокорства начинаем с галины и семейство и дальше за евгению которые все потеряли и свои которые у нас были жены которые остались которые ушли стараемся на всех и всех кого с кем познакомились о ком не вспомнили и в конце поднимаем руки и просим бога чтобы нашу молитву он принял как жертву вечернюю благоухание приятное соединил нашу молитву с молитвами всех святых на небе и на земле вы знаете услышал молитву всех то она смотрится во благо нам и исполнил поэтому мы для врагов практически неуязвимы у нас как броня мы молимся я знаю сколько людей за нас молится везде и кажется должно было бы быть намного хуже а сводочка торжестве все повернулось по-другому это молитва и надо это помнить вот эти занятия идут выставляем у нас богатый материал очень богатый уже в лагерь просится уже сейчас готовятся ну как бог удастся вчера попросился юноша потеряю еще он один 23 года так охота я не хочу паспорт братья у нас все с паспортами учатся государственной российской школе государственной у нас интернет есть я говорю у нас компьютеры это нет откуда и найти откуда этот парнишка омск без омска а один звонит западная украине андрей до говорят ой какой ролик ваш хорошая мать мать там их как бы такая более активная и не ладится у нее с отцом с моим говорит бабушка где-то а я становлюсь на другую сторону вот этого делать нельзя никогда и только молись мама ваша активная она уезжает это даже за границу там работает старается обеспечить и но она вмешивается тому то другое значит она не безразличны ты сумею в этом увидеть что-то не не то что она не нравится именно в этом положительная она активная вот активная защиты ей слово божие давать она быстро плоды приносить будет а который спит все время не и ни к силу не горды он уверен еще там не будет там еще не будет мы просто заваленный мусором какая-то свалка там ничего не растет вот так еще поварить еще двадцать пять минут 25 минут еще 25 еще на два часа занятия почему полтора полтора до полтора проходит час час пять минут прошло еще так я то снимаю да ты что сегодня хорошо ну давай тогда 17 стих чтобы бог господа нашего иисуса христа отец славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его толкования о чем ты молишь и просишь за нас дабы бог умудрил вас бог же господа нашего иисуса то есть человека с большой буквы подобного нам по плоти отец славы то есть даровавший нам великие и славные благо и во всегда на определенном основании именует его как выражение отец милосердия и бог всякого утешения читаем 2 кориффинам 13 и пророк господи крепость моя ищит мой солом 17 2 3 стихи посему и здесь так как он даровал нам великие и славные блага называет его отцом славы то есть источником ибо нельзя иначе его называть как самым славнейшим у нас именем григорий же богослов под славой разумел божественность единородного так что по отношению к тому же христу он есть бог и отец по отношению к христу то есть к человечеству бог а по отношению к славе то есть божественности отец да даст вам дар чтобы просветиться от духа ибо если дух не откроет сокровенных тайн другим способом невозможно постигнуть их ибо только он а не ангел и не архангел все проницает до глубины божией 1 кориффинам 2 10 душевный человек не принимает того что от духа божия 1 кориффинам 2 14 посему когда дух откроет нам тайны тогда и в познании бога мы будем и очень наши просветятся и не будем сомневаться и говорить что невозможно то или другое но будем видеть все как есть скажите что все как есть видеть я не знаю больше награду может придумать или нет это откровение прозрение тут никакие полиэтологи не помогут ты будешь знать на какой версте стоит мировая история вот я вижу вот выступает которая против священники они ничего этого не понимают совершенно не понимают что стоим перед такой таким вопросом перед такой развертся перед нами пропастью а они что-то там слова где-то сказал особенно за монашество я где сказал то они не понимают дух божий совершенно их не касается да не должны были бы день и ночь сейчас об этом трубить о чем я говорю что надо идти на благовестие если бог избрал дает познание тебе не только далеко но что и рядом что нужно делать я на первом месте конечно молитва молиться не знает а чё об этом молиться а у меня какое-то уныние я как-то ревновала сейчас опустилась все и не знаю и женился по любви а сейчас и жена мне три года прошло это главный огонь горит а дальше все внизу пошло если нет она жена но как-то так ты должен по-прежнему на другом уровне мальчишка что он любит он влюбляется он видит и совершенно не то ты взял и возраст пришел 30 лет и тут у меня такая апатия делать еще не охота прям соломенями спал бы здорово живешь а кто-то бы работал на тебя от убери лопату копай просто копай иди кому-то помогай я говорю про одну считал у ней то ли сыновей несколько было муж погибли на фронте никого не осталось одна и спрашивает а как вы я с ума сошла было но работа работали так на заводе так что где-то стружки какие-то там от металла то на них упадешь на эти стружки то сколько-то там часа два опять за работу маленькие ребятишки а под ними пустые ящики стоят они не доставали там крутить колесико которые а было ничего не было только одно до стружек дотянуться упасть почему моей мамы никогда не было никакой апатии никогда она совершенно ровно шла всегда так это мать у нее мать больная лежит у моей матери мама дальше отец одноруки его надо одеть натянуть там сапоги и отправить с собой надо на это 10 ребятишек хозяйство 25 колодок пчел это пасека настоящее то а через мед она находила там где-то то помогали давали да еще строить отец насчет овечек пасет запрести одной рукой эту ограду делают там мы пасем на мать-то дома работает не одна корова а там коров 812 вручную никто не знал это аппарата и два-три раза в день надо их всех выдавить молоко сдать овечьем как только она дома корову подарила маленько погодя и идет на ток-ток я обрабатывает а там машина такая клеветон называлась две женщины с двух сторон стоят и вот такая вот вот такой поворот делает а там решета трясутся машин машина как бы но на чем машина то свет она огромная тяжелая и вот так они вдвоем вот таким вот рычагом ее накручивают и вот сколько там ну сейчас а может уже два ночи они кончаются она мать-то упадет на ворок пшеницы все это весь сон ее а уже часа там в 5 она должна быть на дойке опять побежала ведь и жили то сколько наша мать-то она кажется 86 лет прожила лица в себе родила-то 12 ребятишек было где они сил убрали и чтобы отчаяние какое-то или нет мать-то склонилась вещем-то молиться-то а когда проснулась я головой оказалась к порогу видимо во подумала коров дает-то богу то не угодно моя молитва была ангел меня развернул другую сторону еще и рассуждения какие еще какая-то говорят мечта мечта нехорошие слова на на чем думала у нее не сбывшаяся кажется мечта была хотела уйти в келью то есть келью ребятишек куча у ней в голове все так и сидит она бы в келье там была она бы молилась богу вот монашка настоящая а не то что она сидит там в монастыре скрылась и только смотрит как ее принц ворует и на белом коне среди черной ночи была бы только ночь когда ночью потемнее вот понимаешь все это в человеке и мы это видели я тес никогда отчаянных слов не говорил если человек жадный какой-то там не дает я не знаю кто такой отец фу еврей пошел я не знаю что такое еврей на я знаю что это очень скупой какой-то человек что национальности этого не знал откуда отец это знал да гана плюнет еще на еврей как можно было не помочь она одна вдова отняли у ней все а ребятишки то померу пошли под окнами просят еврей и мы это знали так делать нельзя понимаешь вот они откуда брали то все это совесть в табуну отца прибыли при пристала какая-то корова не наша коровка все хотят знать там все там 150 колхозных то ну и кто посмотрели в тихо да ты влагу ее сейчас поймаем тебя заколи место то у тебя и будет и после того что никак на прошла неделя женщина 1 при пришла пешком и говорит у нас там недалекое село горького потерялась а я одна мне трое ребятишек плащет сама а я говорю я спросил какая корова радат красный один рок надломленный я как и загнал когда в локт а сверху это видать это твоя как она увидала она машка машка корова к ней она плащет обнимает корота а я бы ее зарезал съел отец говорит и сам плащет понимаешь мы учились на такой школе у нас учителя то какие были видеть нужду никто их этому не учил совесть а сегодня я вижу священники нападает на меня совершенно бессовестное он погубил чужие души тысячи уже погубил он трупами обложил на христе не сказал это убийца и он еще нападает и и говорит совершенно бессовестное сожженной совестью а этот человек мой отец тихон дмитриевич десятого года рождения откуда это в них было все как все вспомнишь и все-таки это вот дается как-то каждый день когда видишь учат ребенку дай ягодки какие скорее пока не пришли другие слопать под одеялом а мы малины набрали и раскладываем наших сколько отец мать на через дорогу наша бабушка и вот сколько кому малининах мы сидели по маленькой это маленькие бабушки отнести надо вот это умение делить нас на этом вырастили а делить было с кем понимаешь вот во все когда вспоминаешь да благословен бог что данному таких родителей благословен господь что они нас так учили благословен ты боже что дал нам расслышать эти слова как дети то сейчас такие верующие родители и много или они у них берут показать надо им пример вот этот любви это любовь любовь ближе его давай 18 стих и просветил очи сердца вашего дабы вы познали в чем состоит надежда призвание его и какое богатство славного наследия его для святых толкование не грех грех грешен многогрешен а наследие какое великое это для вас до православных никогда этого не было грешен многогрешен замуровали а кому ты нужен грешник я такой пошел ты вон отсюда а ты должен ему сказать как мы счастливы как что нам дал бог какое великое наследие то мы мы избранные мы святые избранных православных это не принято говорить давай толкование то есть какому упованию мы призваны ясно же что к усыновлению и к наслаждению небесными благами и к тому чтобы главою нашей был христос но поскольку это есть будущее то и нужно духовное откровение чтобы узнать его и это как еще неизвестно имеет нужду в откровении от духа какие именно блага наследует святые ибо велики они из откровения духа ничего то православных нет они не знают этаж откровение духой учились какой то как вы можете о себе так говорить что то бог открыл а вот я допустим говорю о монашестве о том что мощах а так откровение на основании слова божия ну а этого не верит эта прелесть это прелесть и гордыни это прелесть и гордыни а во тьме держит людей которые ничего не знают это не прелесть и не гордыня. Сатана все переменил. Вот был такой Дионисий Александрийский и Киприян Карпагенский. Это же было у этого Иеронима Стридонского. Народ был до того, говорит, ой, ненаученный, что православных считали еретиками, а еретиков считали православными. Это вот сегодня такое же. Аминь. Живут в абсолютной ереси. Писания не знают. Люди в самых страшных грехах живут. Никаких эпитемий нет. И что это такое? Как это можно спастись? Так а зачем? Он же прощает. А зачем святые отцы установили? Чтобы ты помнил. Помнил. Ты знаешь, в Ветхом Завете как было. А если у тебя был бык, и он будущий, а ты знал, что он бодается-то. И вчера, говорит, и третьего дня, то есть все время-то. И твой бык забодал соседского быка. А что делать? Ничего своего. Отдай ему. И а это поделите пополам. Все указано было конкретно. А если человека где забодает где-то, а он знал, знал. Хозяина предать смерть и быка убить. Понимаешь как? Это не игра была. И поэтому евреи, они обложились законами. Как это можно сказать? Обложились. Правильно, что обложились. Ведь у них как было? Убили, человека нашли. Ну а как узнать где? Сделать или не будут. Теперь кто отвечать будет за убитого-то? Свидание осталось. Собаки не нюхают. А нужно было шагами замерить, сколько до ближайшего большого населенного пункта там где. Замерили? Все, старейшин суда. Они даже там телецу сжечь. Что? Там руки проструктуры скажут. Мы не повинны, мы не знали и не знаем. Вина с них снимаются. А те дальше же, всех и не спрашиваются. Так может он пришел-то на километра два дальше-то? Это же несправедливо. А тебе не надо рассуждать. Бог установил. Такая статья. Ты во все в это вникни, и ты поймешь, по-другому нельзя никак. Никак. Так а? Это же Бог любовь. Любовь. И Он сжег все города, крестные, Содом и Гоморру, вместе с ребятишками, с маленькими, которые в грехи не участвовали. Этот город даже найти в раскопках не могут. Видимо, на дне Мертвого моря, там где-то под землей. Вот как? Надо научиться категориями священного писания Духа Святого мысли. Что бы ни сказали, а как об этом говорит Библия. У нас как-то собрались дома люди, где я жил на квартире. Захарова Улита Григорьевна, город Искитим. Там священники, кажется, были. Сейчас я не помню. Ну и каждый говорит, а она бабушка, я с ней жил. И она говорит, а что про это в Библии написано-то? И всех посадила на место. Зашла, и она слышала, сидела, видимо, в другой комнате, и вышла, вот вы спорите, а как в Библии про это написано? Ну я стал считать, старобрядцам это не авторитет. Православные батюшки, они нисколько не лучшие эти. Ну и как в Библии-то написано, мне оказалось-то не так, за что спорили-то. Опять эти-то не все умеют. Так у меня так учили. Учили неправильно. Так Златоуст говорит, значит, не прав Златоуст. Ты не бойся сказать. Тебе легче сказать, не прав Златоуст, чем сказать, не прав Бог. Святим болитворение, приписываемое Златоуст. Написано прямо в заголовке, приписываемое. Там, где Сыны Божьи, все, ну понятно. Да, и эти места. Ну надо научиться так. Бог сказал, какие тут авторитеты могут. В Библии написано, все, вопрос снятый. А по-другому, анафема. Анафема только четыре. Четыре раза слово анафема встречается. Четыре раза тем, кто не любит Иисуса Христа. Да, то первое, что у нас говорится. И кто не по Библии говорит, а анафема два раза. Так это про нас опять говорится. Так анафема-то на нас, а не на чужих. Я когда понял, какое страшное слово, и оно против нас. Нам надо молчать про это слово. Потому что мы окутаны этим анафемом. Они бросились сейчас канонизировать. Вчера говорит, знаете, еще не знал. Но вот его избрали там, своя знакомая сыграла. сыграла, выдвинула его. И вот теперь в комиссию по канонизации. И они данные собирают о нем. И будут решать, что он на небе. Так вам еще небо открыто было. Откуда вы узнали-то? Ну, конкретно скажите, кто-нибудь был на небе? Нет. Вам как-то заговорило там, ну, шторка, флаг, там, икона? Нет. А почему вы решили так? Так он же монах был. Ну, монах это еще не все. Может, за то, что он монах был, главное препятствие будет в рай попасть. Сколько людей он мог бы спасти? Он канонизирует? И кого канонизирует-то? Ты посмотри. Речь о канонизации Сталина идет. Ну, понятно, там, люди ранее канонизировали Гитлера. Гитлера допят, икона, с ним вам все. А эти Сталина канонизировали. С одной стороны Александр Невский, с другой Дмитрий Донской. У меня в книгах он где-то есть. Это что? Это там сказали, Господи, он теперь во святых Сталин, и Бог откозырял. Ладно, прямая, давайте его сюда. Так что ли? А не наоборот ли? Господь сказал, знать его не знал никогда. Тиран, деспот. Миллионы людей погубил. А люди сказали, да мало чего ты скажешь. Вот у нас все вывернутое. Потому что мы кривославные, неправославные тогда, если так поступают. Не натянусь. Хотел про детей. Тут Тараси на гитаре играет. Дайте ему сыграть немножечко. Еще дайте ему? На гитаре играет. Послушайте, минуточку. А где на гитаре-то? Здесь у него. Ну, да, кто тащит. Ну, как я откуда знаю? Сыграй. Давай. Да, ну, как ты начал тут играть, так это, я думаю, надо немножко записать. Мы фортепиано мы сюда не притащим. Она так нежно играет, главное. Я говорю, тебе пятерку, Фарик, это у кого? Меня. А где она? Она дома. А привезти можно ее сюда? Не знаю, у мамы спросить надо. У мамы спросить, но я думаю, можно на машине. Мама, кого? Ну-ка, садись, как тебе удобно. Давай, дорогой. Может, держать ее на доме, нет? Нет, он сам все, уже все держит. Ну, давай, расцветали яблони и груши. Ну, типа этого. Ну, хорошие. Пусть свалил. Завалючи. Боже, счастье зови. На неб холодном, землянке тепло. От Христа и до неба и любви. Прологистан поет. Ты теперь далеко, далеко потеряй каморь. До Тебя все снега и снега. До Тебя... А, потеряй, ты поет. Прямо поет. А до смерти четыре шага. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, Потеряй. Как тоскует мой голос живой. Ооо. Взаимокрали у нас тут. Здорово. Повал. Попал. Гитаря какая-то. Гитара большая. Три четыре. Да, да, говори. Надо ему об этом псалме баптису. Да, я ему говорил. Псалме. Я уже говорил ему. Ноты надо. Музыка есть, но это ноты? Ноты есть. Конечно. Тогда ты чего-то говори. Танец медведя. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok